слава богу дорогие слава богу мы возвращаемся на площадку почувствуйте вот эту ситуацию буквально несколько секунд еще тишины и можно будет включить микрофон и сказать что вы почувствовали что успели в духовном плане ощутить уже можно это делать кто первый пожалуйста включаем микрофон вы знаете чувствуется единение что иисус и отец и мы мы все в одном единство единства и я вижу реку это река я не до конца еще не поняла просто начала только видеть видение не попросили включить микрофон ну это какое-то такое течение в одном русле такая знаете какой-то такой вот покой такой вот это единство даже могу выразить словами скажите лена это исток это ширина реки какая вот что вы успели такая средняя я бы сказала что это очень полноводная но не широкая река глубокая очень глубокая река в среднем русле своем много еще впереди но много уже и позади чувствуете да и всегда это проявление божья вода течение особенно течение проявления божия слава богу следующий пожалуйста да смелее смелее делаем ледамира пушка блюдо я просто почувствовала такой поток любви такой нежной нежной любви просто вот в духе что господь радуется когда мы к нему приходим в его присутствие его общение просто поток такой нежной любви и вам спасибо господь спасибо людмила и еще пару человек можно я любовь любовь пожалуйста отключилась не сразу но когда я поняла что поют и я включилась и ощущение что и вот ну 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 как то вот и такое вот как единение и ну в одном несмотря на то что плоховатый звук но было понятно единое течение и единство тоже ощутилась и еще один человек можно и ржеляева ирина пожалуйста у меня сладость мир и свет ладость мир и свет аллилуйя аллилуйя пусть течет мед и молоко сохранять эту атмосферу насколько бы серьезными наши не были разговоры здесь на площадке сохраняйте вот эту атмосферу добра любви божьего присутствия потому что бог здесь всегда вот его течение а вот его разговор с нами многое позади но много еще и впереди и кстати хочу сказать что не каждый захочет поплыть дальше кого-то устраивает кого-то устраивает сегодняшнее состояние и любое предложение от бога на расширении может блокироваться это как знаете доплыть до определенного состояния выйти на берег а впереди еще много всего очень интересного и у господа всегда есть что дать и всегда есть та мера которую человек может принять возьмет ли человек будет ли у него это желание брать я хочу немножечко все-таки поговорить о том царстве божьем которое приходит одновременно с царем и верховной властью с божьим правлением с властителем с проповедью евангелия это центр тема служения иисуса к народу обремененному к народу чтобы царство тьмы оно было обнаружено упразднено и здесь очень много аспектов которые нам важно знать смотрите одно из хочу сказать вот такую вещь иисуса ожидали иисуса ожидали вернее даже не иисуса мессию до иисуса христа и евреи не приняли они же отжидали мессию они знали через все пророчества что мессия будет и после дней иисуса они до сих пор его ожидают как будущего царя он не был признан ими в свое первое пришествие и это было понятно было ожидание определенное ожидание и страдающий раб им не нужен был они ожидали царя и даже служители серьезные служители того времени они тоже не особо сильно понимали кто перед ними потому что когда иоанн креститель стал служить и говорить приготовьте приготовьте путь господу к нему пришли фарисеи сказали не ты ли мессия не ты ли христос и сам иоанн креститель он тоже в иисусе не узнал мессию почему он сказал вот агнец божий но потом посылает своих учеников он спрашивает скажи ты христос или ожидать нам другого у него тоже было были вопросы иисус фраме во время праздника говорил что-то и вокруг люди говорили он точно пророк другие говорили послушайте так это вот тот вот помазание когда мессия это мы можем видеть эти диалоги иисус на земле он ходит он уже что-то демонстрирует и у нас есть и нынешнее царство и грядущее царство и мы с вами говорили о том что это можно распознать и мы говорили о том что что царство божие внутрь нас есть мы знаем что царство небесное каким-то образом нам транслируется показывается мы знаем что нам обещано в будущем но не всегда эти пазлы и складываются вы давайте немножко про присутствие царства немного поговорим у меня была очень серьезная законспектированная тема которая готовила царство божие которое вторгается царство тьмы прям когда иисус лицом к лицу встречал искушение в пустыне и явил собой победу вот эту часть показать чтобы увидеть нам что когда он и исцелял больных это выглядело прямым наступлением на власти сатаны над мужчинами над женщинами он говорил о том что сию дочь аварамову которую связал сатана вот уже 18 лет не надлежало ли освободить потому что фарисеи возмущали что он это делал в субботу но господь повел иначе немножко присутствие царства давайте вот об этом немного поговорим я думаю вот та предыдущая тема она лаконично к этой присоединиться до сих пор ожидают евреи он не был признан хотя в своих притчах иисус объяснял тайны царства и главная мысль которую он нес она включала следующие важные пункты и давайте вот на этом остановимся и посмотрим как это в писании выглядит царство божье является одновременно и настоящим и будущим оно уже пришло и мы также еще и должны молиться о его приходе как эти две вещи совместить давайте посмотрим матфея двенадцатая глава первая ссылка на которую мы с вами обратим внимание двенадцатая глава двадцать восьмой стих если же я говорит иисус духом божьим изгоняю бесов то конечно достигла до вас царство божье он ходил изгонял бесов давайте скажем аминь 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 и он говорит достигла до вас уже до того поколения до тех слушателей до тех вопрошающих уже достигла царство божье потому что ему говорили что ты что это делаешь силу и вели зевула какое-то странное поведение у тебя изгоняешь бесов и он отвечает фарисеям если я силу и вели зевула изгоняя бесов то сыновья ваши чей силу изгоняют они будут вам судьями если же я духом божьим изгоняю вот она царство божье вот она его трансляция она уже было проявленным во времена и шо но нам также предложено молиться о его приходе мы это видим в основной молитве которую знают абсолютно все конфессии 6 главе матфея написано что молитесь же так да приидет царствие твое да приидет молитесь так очень наш сущий на небесах да святится имя твое да приидет о пришествии царства нужно молиться это первое что нам было показано здесь и сейчас но есть еще то о чем мы молимся на перспективу следующее чтобы понимать что царство которое принадлежит веку грядущему уже существует среди нас качестве аванса как это понять поэтому она является в несколько неожиданном виде давайте вот эти вот вещи посмотрим в писании это тоже важно нам понять царство которое принадлежит веку грядущему матфея 13 глава 13 глава 39 42 даже давайте стричь седьмого стиха он же иисус он же сказал им разговор все с теми же товарищами сказал им в ответ сеющий доброе семя есть сын человеческий видим да он сеет доброе семье семя тридцать восьмой стих поле есть мир доброе семя это сыны царства это мы с вами доброе семя а плевелы сыны лукавого и то и другое мы видим из писания сеется враг посеявший их есть дьявол доброе семя посеял сын человеческий сынов царства а плевелы посеял дьявол жатва есть кончина века а жнецы суть ангелы посему как собирают плевелы огнем сжигают так будет при кончине века пошлют сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную там будет плач и скрежет зубов что-то будет происходить в будущем а от времен посева до сегодняшнего дня мы тем не менее имеем уже существующее царство и вот это вот несколько неожиданным образом давайте вот на эту часть ответим когда мы говорим что царство которое принадлежит веку будущему уже существует среди нас и это как аванс некий такой именно поэтому и оно является несколько в неожиданном виде а иисус сказал царство небесное подобно закваски вот со времен посева брошена закваска в мир и объясняет которую женщина взяв положила в три меры муки доколе не вскисла все вот этого теста сначала очень мало закваски брошена в муку но заквасится весь мир заквасится весь мир поэтому аванс как закваска мы имеем мы уже заквашены но еще больше будет заквашена этой закваской и это тоже такая мудрость хорошая божья которую он тоже как бы притчами говорит он говорит про закваску он говорит про враг врага душ человеческих он сеет и сын человеческий сеет и мы это все слагаем в свое сердце следующее я хочу сказать вот царство божье открыто ли оно для человека конечно открыто но на условиях поставленных богом то есть путем покаяния и нового рождения через святого духа и даже духовным лидерам это было не совсем понятно никодим говорил это как можно опять родиться опять в утробу мамы как это это же невозможные вещи духовные вещи не всеми понимаются даже духовными лидерами будем мы с этими вещами сталкиваться будем мы говорим о том что не все захотят пойти дальше не все захотят еще более сложную духовную пищу есть они говорят нет 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 это нам сейчас не по зубам это сейчас не по силам тормознем давайте остановимся но остановиться это всегда регресс расширяться под бога не всегда просто есть вещи которые знаете 50-50 50 на 50 что-то уже к нам привелось аж в чем-то нам нужно двигаться вместе с богом вместе со служителями которые господь поставил на нашем пути но кто-то скажет нет 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 не надо оно открыто для человека но мы сейчас туда не пойдем человек может отвергнуть дальнейший путь вообще гражданство в этом царстве может отвергнуть мы видим это да может следующее что я хочу сказать хотя царство в полноте принадлежит грядущему веку которое наступит со вторым пришествием уже в настоящем веке оно может быть реализовано могут быть реализованы благословения царства грядущего века как смотрите в царстве грядущем будет бессмертная жизнь да а в царстве сейчас существующем присутствует исцеление еще раз повторю в царстве грядущем почему мы имеем разные образы хотя одно и то же царство потому что разные инструменты а соответственно разные возможности еще раз давайте посмотрим полнота принадлежит будущему веку оно наступит со времен второго пришествия но уже сейчас нам очень многое доступно от времен креста до сегодняшнего дня мы находимся в рамках еще какого-то более лучшего завета так вот царстве грядущем будет бессмертная жизнь в царстве нынешнем существует дар исцеления давайте скажем аминь 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 идем дальше в царстве грядущем сила дьявола будет полностью разрушена полностью разрушена а в нынешнем мы имеем власть изгонять бесов давайте тоже скажем аминь 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 и кстати сразу проверяем сразу проверяем если в царстве грядущем бессмертная жизнь сейчас мы с вами практикуем ли дары исцеления если нет вопрос к вам как служителям зачем вы собираетесь если в царстве грядущем сила дьявола будет полностью разрушена сейчас мы имеем власть изгонять бесов делаем мы это или нет если нет вопрос к нам опять к нам вопрос давайте посмотрим в грядущем царстве мы с вами будем совершенными во всех аспектах сегодняшнем дне мы очищены и знаем реальную победу над грехом нам это уже открыто нам это мы знаем как себя вести и мы выбираем как себя вести мы очищены у нас есть внутри тот потенциал который позволяет нам жить безгрешно безгрешной жизнью и это все в рамках того что Иисус нес он говорил о полноте царства в грядущем веке это пророки об этом говорили я эти места сейчас не буду поднимать ну хотя нет времени мало не буду можете записать я пометить пометила для себя 32 глава Исаия со 2 по 4 стих это то о чем мы сейчас только что сказали в настоящем веке мы уже можем все благословения царства в свою жизнь забирать хотя они принадлежат во всей полноте будущему веку церковь уполномочена мы говорили что в этом царстве есть правление и есть правительство так вот это правительство она уполномочена эти все вещи делать проповедовать евангелие царства по всему миру это самый важный ее посыл что она должна делать уча он уже учил в синагогах проповедуя евангелие царства иисус начал делать он прошел города он прошел селения он учил в синагогах проповедуя евангелие царства что же он такое проповедовал и когда мы с вами молимся да приди царствие твое мы просим той самой реальности царства которая должна быть видимо и мы не раз уже говорили что царство оно в явлении силы а не слова сила в слове есть помазание на слове есть за всем этим следует сила трансляция силы сначала знания мы их обрели затем в эти знания на эти знания приходит вера и затем за этой верой идут дела вот эта цепочка неразрывно если какого-то звена нет это искажение это искажение я я остановлюсь 34 минуты мы продолжим эту тему присутствие царства давайте мы сейчас возьмем следующие вещи мы будем сейчас практиковаться и интересная трансляция эта практика уже сказано была сегодня с утра что мы будем с вами истолковывать иные языки с соседней площадке пришли там тоже практика была толкования иных языков хорошо продолжим в этом же духе скажите вот о чем мы с вами говорили остались ли вопросы все ли понятно прозвучало то о чем мы с вами говорили давайте еще раз повторю царство божье является одновременно в настоящем и будущем оно уже пришло но также мы должны молиться о его приходе мы подтвердили это потому что царство которое принадлежит веку грядущему у него свои характеристики и царство которое уже существует сейчас у него свои характеристики и я еще раз их повторю грядущая бессмертная жизнь ныне существующая дары исцеления грядущая полная победа над дьяволом нынешняя мы имеем власть изгонять бесов его представителей с любого места из любой сферы включая человека господь не позволяет нам корректировать человека но свободу ему дать он нам делегировал можно ли человека исправлять говорить ему что нужно делать как нужно делать власти над человеком господь нам не дал над человеком не дал но над бесами которые засоряют человека дал это привилегия нынешнего времени и наше личное совершенство наша личная целостность она уже сейчас нам доступна через наш выбор вот то о чем мы с вами поговорили хорошо сейчас практика два добровольца пожалуйста один будет молиться на ином языке второй истолковывать и мы двинемся вот примерно в таком ключе мне очень хочется очень хочется чтобы мы с вами помолились и как продолжение этой темы может быть у нас и дух святой будет говорить нечто подобное через нас потому что такое бывает и часто бывает мы берем тему а когда идет практика дух святой как бы пролонгировано она еще что-то говорит нам уже лично сам два пожалуйста два добровольца кто эти добровольцы пожалуйста назовитесь можно я могу я Наташа Зуганова от первого я не услышала Елена Джонсон я хочу Наташа Зуганова и Елена Джонсон Лена вы первая назвались поэтому вы молитесь Наташа вы истолковываете и затем мы поменяемся местами короткими фразами напоминаю чтобы тот кто будет истолковывать ему было удобно истолковывать начинаем благословение вам да Господи благослови что это центр рус твоя глубина это моя глубина вертоле кира террентоле кентус чем дальше ты позволяешь мне проникнуть в тебя тем дальше ты проникаешь в меня я несу тебя по длинной реке лейгара 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 и нет ей предела и нет ей конца аминь 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 мы будем коротко это делать чтобы максимально люди могли попрактиковать очень сильно слава богу дорогие слава богу меняемся местами Наташа вы подулы рады ты восходи как утренняя звезда проходи вперед не останавливайся поднимай руки ко мне можно еще раз я просто начинаю видеть видение звезды в небе и какой там личный путь у лера и место на нас такие слова интересные вал идут ты вселенная я в тебе ты во мне аминь дорогие аминь а вот команда вот это чувствует что это для каждого из нас что ты вселенная я в тебе ты во мне в нас сокрыта вселенная невероятный невероятный просто простор для бога внутри нас и это можно взять это можно взять уже себе как образ для того чтобы самим расширяться использовать вот эти вот божьи такие образы очень красивые образы спасибо сестры это было великолепно просто спасибо лена спасибо наташа аллилуйя звезды в небе ты вселенная вселенная человеческой души феноменально конечно еще два добровольца пожалуйста еще два человека можно я попробую я это кто представляемся включая микрофон и представляемся кто это был любовь подрез так любовь один человек есть и еще один владимир 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 вот в таком порядке тоже мы начинаем любовь молится сейчас владимир истолковывает пожалуйста о дитя мое дорогое ты так ценно в моих руках смотрю на тебя и любуюсь почему-то поется и песни-то не радуют меня и и и и и и и и и получать не это приято аминь 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 почему-то поется и обычно в ответ тоже поется и я видела вот эту нотку у владимира запеть тоже можно было смело это делать владимир но отлично отлично просто замечательно хорошо меняемся местами сила моя в тебе воин армия христа победивший наследует все я радуюсь ты прекрасен я доволен аминь аллилуйя аллилуйя слава богу как цитатник даже так идет напоминаю чем этот дар является это не синхронный перевод это перевод духа обычно в этом очень большая картина сокрыта и мы сейчас соберем эту картину воедино как мы это сделаем у нас будет два человека точно также один будет молиться второй истолковывать но истолковывать будут все вся команда и мы увидим единую картину мы с вами мы с вами брали такой пример мы можем посмотреть на здание с фронтальной части и это будет здание мы можем посмотреть на здание сверху это тоже будет здание Мы можем посмотреть на здание с оборотной части. Это тоже будет это же самое здание. Мы можем посмотреть на здание в разрезе. Вот так действует этот дар. И картина будет полной. Но начинать будет тот человек, который истолковывает. Первая фраза прозвучит от него, а потом к этому присоединится команда. Молиться будет один человек, истолковывать вся команда. И мы соберем с вами очень уникальную картину того, что Бог говорит сейчас. Два человека добровольца, пожалуйста. Элла Зайверт молится. Элла. Истолковывать. Давайте я попробую. Александр, очень хорошо. Что-то, Александр, мы с тобой в последнее время попадаем всегда вместе. Аллилуйя. Это хорошо. Это хорошо, да, Саша. Это хорошо весьма. Остальная команда. Настройтесь на слышание голоса Духа Святого, который будет говорить через Эллу. Мы истолковываем все, собирая максимально полную картину, которая будет звучать. Хорошо, Элла, можно начинать? Саша, вы первый. Истолковывать. Рад есть ли я море кей на ней полей? Радость моя с вами. Еще кто-нибудь? Любовь и сильно я возлюбил тебя. Наташа, спасибо. Говори, говори ко мне горлицам. Я держу тебя за руку и веду тебя. Дорогая моя цветущая. Ты поток во мне. Ты присутствуешь в моем сердце. Я держу тебя в своих объятиях. Ты прекрасна. Отложение. Вот посмотрите, что у нас. Великий и сильный народ. Еще раз, Ира, последняя. Ирина, последняя. Великий и... Великий и... Сильный народ. Сильный народ. Вот смотрите, одна фраза от Духа Святого. Что мы имеем? Радость моя с вами. Любовью вечную возлюбил я тебя. Говори, говори ко мне. Я держу тебя за правую руку. Дорогая моя, я не все успела записать. Ты присутствуешь в моем сердце. Ты поток, чего не помню. Я держу тебя в своих объятиях. Ты прекрасна. Прекрасна. И можно сказать, это великий и сильный народ. Одна фраза. И мы видим с вами колоссальную картину. Чуть медленнее. Я буду говорить следующее. Чуть медленнее, чтобы я успела записать. Чтобы мы ничего не потеряли. Элла, пожалуйста, еще. Чуть длиннее фразу. Я не уловил немножко. Можно еще раз повторить? Я не знаю, как повторить. Любую новую фразу. Это, конечно, будет новая фраза. Вы, вот что-то торжество, хоровод. Вот что-то как в торжественном хороводе или торжествуем в хороводе. Что-то вот такое. Спасибо. Следующее. Я зайду на гору твою. Так, минутку. Наташа была. Наташа, кто это? Наташа Зуганова? Нет. Сейчас я буду. До этого мам была. Ага. Пусть скажет. Я взойду на гору твою. Я взойду на гору твою. Наташа? У меня было «И знамя мое впереди». «И знамя мое впереди». Следующий представляемся. Татьяна, я вооружил тебя. И ты идешь смело и вперед. Только вперед. Так, это кто был? Кто сейчас говорил? Заводский, Татьяна. Татьяна, я вооружил тебя. И ты идешь вперед. И только вперед. Только вперед. Угу. Следующий. Сияние. Так, Алла, Алла, Алла. Сияние, сияние славы. Несколько раз сияние. Угу. Сияние славы. Следующий. Людмила Пушкарь. Ты моя, Людмила. Ты моя собственность. Ты моя собственность. И я сохраню тебя для себя. Собственность. Подождите, я запишу. И я сохраню тебя для себя. Следующий. Сам Яхве хранит и ведет вас. Сам Яхве хранит и ведет вас. Следующий. Любовь. Голос твой, как ручей. Извините, Елена. Любовь подрез первая, потом вы. Ты взмываешь к небу, как орлица. Ты взмываешь в небо, как орлица. Елена. 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 Елена была, да? Поплавская. Не слышу. Поплавская. Жизнь прекрасна. Ага, Люда. Жизнь прекрасна. Следующий. Владимир. Владимир. Я беру тебя, как будто, и отпускаю ввысь. Лети и наслаждайся. Я беру тебя и отпускаю ввысь. Лети. Наслаждайся. Еще. Малахова. Лена. Печать моя на детях моих. Печать моя на детях моих. Очень интересная практика. И последний. Я лью, переливаю, моим светом в тебе. Я льюсь, переливаюсь моим светом в тебе. Давайте посмотрим следующее послание, что Господь сказал через это. Вообще, без купюр. Вы танцуете в торжественном хороводе. Я взойду на гору твою. И знамя мое впереди. Я вооружил тебя. И ты идешь вперед. Только вперед. Сияние. Сияние моей славы. Ты моя собственность. И я сохраню тебя для себя. Сам Яхва хранит и ведет вас. Ты взмываешь в небо, как орлица. Жизнь прекрасна. Я беру тебя и отпускаю ввысь. Лети, наслаждайся. Печать моя на тебе и на детях моих. Я льюсь, переливаюсь моим светом в тебе. Давайте скажем аминь. 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 Это что-то вообще невероятное. Вы чувствуете вот эту атмосферу? Мы с вами духом сказали три фразы. То, что Господь нам дал, это такое благословение, я не знаю, на все времена, на все сроки, на наших детей, на наше призвание, на нас самих. Чего тут только нет. По одна фраза. И мы могли еще и еще давать истолкование. Это как заглубление в библейскую истину. Потому что это дух, вне дна. Когда берешь библейское слово, даже теологи говорят, что там минимум четыре толкования. Минимум. Это историческое, это и пророческое, это и теологическое, это и каких там только, и научное там может быть. Четыре. Минимум. В каждом, в каждом фразе, в каждом слове, в каждом стихе, в каждой фразе. Но если понимать, что у Духа Божьего нет пределов, то и к самому толкованию, к самому толкованию будет присоединяться еще большая и большая глубина. Конечно, это очень сильно, что говорить. Я думаю, мы очень сильно благословились от того, что Бог сейчас делает. Скажите мне время. Сколько у нас времени осталось? 50 сколько минут? 55. 55 минут. Да, хорошо. Мы будем завершать драгоценное. У нас, я не знаю, Саша, вы делали запись, да? Да, запись есть. Запись есть. Мы сможем это еще раз послушать. Мне тоже очень интересно это переслушать. Потому что я в восторге, и я очень сильно присутствие Божье чувствую сейчас. Может быть, кто-то скажет аминь, что он тоже это чувствует. Аминь. Аминь. А слово сочетание у меня вообще интересно получилось. Великий и сильный народ сам я хранит и ведет вас. Хорошо, драгоценная. Мы завершаем. Мы завершаем это уникальное служение. Очень сильное служение. Елена, Елена Малахова. Алена, помолитесь, помолитесь, благословите наше собрание, и мы завершим. Господь, спасибо тебе за сегодняшнюю мудрость. Аминь. 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 Спасибо. ХОЛОС. Понял.